У меня в трудовой книжке стоят штамп о прекращении трудового договора с авиакомпанией «Сибирь», где я проработал практически еще задолго до того, как она стала авиакомпанией «Сибирь». Сначала это был объединенный Толмачевский авиаотряд. Ну и буквально вскоре оказалось, что на этом моя летная карьера закончилась. И песня, посвященная этому событию, называется «Давайте так». Осенний дождик душу впереди, по мелким лужам часто семеня. И я помню день, когда я уходил, и как тогда колбасило меня. И в урах мыслей нервно теребя, чтоб обмануть казку свою и грусть, я обманул вначале сам себя, поверив в то, что может быть вернуть. Давайте так, я все как на духу, конечно, вам не стану открывать. И даже тот, который наверху, позволит мне о чем-то промолчать. А синее небо останется синим, и наша профессия самая красивая. Пусть всем нам однажды судьба приземлится, но небо вернется, но небо приснится. Давайте так, я стану утверждать, и вряд ли вы поспорите со мной. Нам в этой жизни повезло летать и провести полжизни над землей. Нам повезло немало повидать небесной и заморской красоты. И те мгновения счастья испытать не раз, когда сбываются мечты. А то, что все когда-нибудь пройдет, я, как и все, конечно, понимал. Но что внезапно так произойдет, все это даже не подозревал. А синее небо останется синим, и наша профессия самая красивая. Пусть всем нам однажды судьба приземлится, но небо вернется, но небо приснится. И буду летать я и слева, и справа, с учетом ошибок и взятых поправок. И с темой небесной вовек не расстанусь, и бывшим пилотом, конечно, не стану. Давайте так. Мой однокурсник не так давно меня спросил, говорит, ну что, Вадик, как там жизнь после жизни? А ну, я что могу сказать? Вот в мультфильме про Простоквашину, там, помните, Почти Леонид Пешкин говорил, не надо, товарищ, меня из фоторазря щелкать, я, можно сказать, жить начинаю, на пенсию выхожу. Ну, я хочу сказать, что у меня жизнь, может, даже еще интереснее стала в плане того, что много поездок, много встреч с очень интересными людьми. Вот, я летаю, хоть теперь уже в основном справа, но иногда и слева дает, потому что справа сидит инструктор, то есть на маленьких самолетах, на планерах, на воздушном шаре даже. То есть я остаюсь в теме, и, в общем, на пенсии хорошо. Нет, конечно, сначала стресс был, и все это, как положено, там, переживалось, но когда привык, то хорошо, нормально. Просто всему свое время. Вот, а следующая песня опять совершенно на неавиационную тему. Одна из моих любимых тем, это тема про осень. Но это не та осень, которую я, опять же, на каждом концерте исполняю. Это совсем другая осень. Это в другом году было. Забросала меня осень, Желтый зной. Обманула тихой сказкой, Лето попило. И поверил он, хоть смешно, Хоть и знал, что все равно Ненадолго Оставляет нам Октябрь и он И поверил, Хоть смешно, Хоть и знал, что все равно Ненадолго Оставляет нам Октябрь и он Вот и снова, как и прежде, Не сумел Этой тихой желтизны И напиться досыта Оглянуться не успел Клин по небу пролетел И осталась лишь тоска По этой осени Оглянуться не успел Клин по небу пролетел И осталась лишь тоска По этой осени Обманула меня осень Желтый зной И от слез Не удержалась На прощание Словно мог У сказки той Быть итог Совсем другой Словно кто-то Не исполнил Обещания Словно мог у сказки той быть итог совсем другой, Словно кто-то не исполнил обещания. Спасибо. Знаете, вот интересно я сейчас, когда эту песню пел, я вспомнил, у меня был концерт в Костноярске, и вот песня авиационная, все нормально, все слушают внимательно, но когда я пел песню совершенно не авиационную, я к вам спешил, как ее называют роман с любви, я удивился, вот люди сидели настолько тихо, что если бы муха пролетела, было бы слышно, если бы я не пел, а муха бы пролетела, было бы слышно, как она там гудит. И сейчас примерно такая же ситуация. Спасибо. А следующую песню специально вот меня попросили. Я хочу поздравить с удивительным юбилеем одного очень хорошего человека, Бориса Федоровича Сильверста. Он сейчас здесь не присутствует, но вот он в записи наверняка, этот концерт посмотрим, посмотрит Борис Федорович из Солнечногорска. Доброго здоровья и бодрости, молодости и души ему желает северная подруга Валентина. Просит передать, что его любят, обожают и ждут. И специально для него звучит эта песня, одна из самых, наверное, популярных моих песен. Зазывается она «Красивая работа». АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Кто позвал тебя за горизонт? Кто тебе сказал, что тебе всё это надо? Какой бесспорный был резон Нарваться в небеса через все преграды? Просто даже в слове высота Слышится романтика полёта Самая красивая работа Связана с желанием летать Поглянись назад без суеты Вряд ли сможешь ты Сам себе ответить строго Кто из вас дорогу выбрал ты? Или же тебя выбрала дорога? Вечно в этом слове высота Будет неразгаданное что-то Самая красивая работа Связана с желанием летать Субтитры создавал DimaTorzok Вечно в этом слове высота Вечно в этом слове высота Вечно в этом слове высота Будет неразгаданное что-то Самая красивая работа, связана с желанием летать. Самая красивая работа, связана с желанием летать. Самая красивая работа, связана с желанием летать. Самые препятствия строят, а люди преодолевают. Вот как в клипе у меня Боря Передиренко, мой друг, и мы с ним вместе летали. У него там вообще это заняло что-то около 10 лет. Одно училище, потом армия, потом другое училище. Расформировали, переводили. Но тем не менее, результат, кто хочет, тот добьется. Следующая песня называется «Когда меня туда послали». Ну, в общем, меня не туда послали, куда, может быть, кто-то из вас подумал. Послали меня в Иран в свое время. И она с чем связана? 1 июня новосибирская группа иранских халабанов отмечала 25 лет начала иранской программы. Халабан на Фарсе – это значит летчик. Когда один из наших пилотов прилетел, ну и дома там, а жена у него бортпроводница. Ну, и он говорит, это халабан, халабан. Она говорит, что такое халабан-то? Она говорит, ну, халабан, это летчик. Она говорит, хи-хи-хи. Она говорит, а ты знаешь, как Фарси будет бортпроводник? Она говорит, как? Он говорит, михмандар. Она говорит, дурак. А нет, ну это на самом деле. Когда меня туда послали, Куда не гнал Макар Телят, Все дома так переживали. Ведь не в Луневку, а в Машкаты сам я тоже сомневался. Ведь это все не на два дня, И я бы, может, отказался. Была бы квартира у меня, Но вот покинув папу с мамой, Детей оставив на жену, Я двинул в сторону Ирана, В совсем чужую мне страну. И очутился я в Машкаде, В Бузурм отели Тургабе, Где горы спереди и сзади. Но в общем ничего себе, Здесь проживают халабаны. Из разных русских городов Они летают по Ирану, Где не пасет макар коров, Здесь непочатый край работы. По перевозке мусульман, Я дома был простым пилотом, Теперь я тоже халабан. Когда же вдруг часы досуга Нам выпадают невзначай. Мы ходим в гости все друг к другу, И пьем, конечно, только чай, Здесь нет спиртного в магазинах. На женщин можно лишь глядеть, Легко забыть, что ты мужчина, И очень трудно похудеть. Но в общем здесь совсем не страшно, И не кусается никто, И хоть скучаем по-домашним, Но все окупится потом, Дела у нас не так уж плохи. И нет причины горевать, Да вы спросите хоть у Лехи, И Леха мне не даст соврать. Дела у нас не так уж плохи, И нет причины горевать, Да вы спросите хоть у Лехи, И Леха мне не даст соврать. И Леха мне не даст соврать. И Леха мне не даст соврать. Спасибо. Леха – это бортинженер Алексей Анатольевич Мелешкин, Мы с ним летали там в одном экипаже. Ну и мы сейчас общаемся, Он уже тоже на пенсии. Ну, все в порядке. Ну, значит, из иранского цикла Тоже будет несколько песен, Потому что я на концертах В общем, достаточно мало И внимания уделяю. А здесь нужно, опять же, Воспользоваться ситуацией, Когда я решил, как сказать, Обновить репертуар. Не в смысле, что песни новые, А в смысле те, которые Не очень часто поют. В стране, где все есть, Но на всех не хватает, В исламе, репаблик, Иран. А, стоп. Еще здесь вот какое, Я все время забываю это сказать. В песне есть вот эта строчка, В небе воздушном полеты летает. Это из первых наших военных, да? Когда нас на разводе Нас строили иногда, Еще на первом курсе, На втором, так вот, Военные, значит, Из орган строевого дела говорили, Что пока ваши товарищи В воздушном небе полеты летают, А вы здесь безобразие нарушаете, Вот, как я, стоп. Так вот, это не я придумал Насчет в небе воздушном полеты летает, А просто так вот в песню хорошо вошло. Продолжаем, пусть начинаем сначала. Стране, где все есть, Но на всех не хватает, В исламе, репаблик, Иран. Там в небе воздушном полеты летает, Иран, Иртур, Халабан. Там в небе воздушном полеты летает, Иран, Иртур, Халабан. Он родом из Омска и Новосибирска, Черлябинский он из Братчан, От дома родного уехал не близко, Иран, Иртур, Халабан. От дома родного уехал не близко, Иран, Иртур, Халабан. Зовут его Петя, А может быть, Вася, Андрей, И, конечно, Иван. За доллары он поработать согласен, Иран, Иртур, Халабан. За доллары он поработать согласен, Иран, Иртур, Халабан. Он разный по возрасту и по натуре, Он очень спокойный и буян, Без вредных привычек, Но пьет он и курит, Иран, Иртур, Халабан. Без вредных привычек, Но пьет он и курит, Иран, Иртур, Халабан. Он разный на внешность, И разный по сути, Он трезв, если только не пьян. Без отдыха может Работать по суткам, Иран, Иртур, Халабан. Без отдыха может Работать по суткам, Иран, Иртур, Халабан. А дома его ждут Жена и детишки, Отец, мать, сестра и братан, И думают, что Заработался слишком Иран, Иртур, Халабан. И думают, Ты заработался слишком Иран, Иртур, Халабан. Иран, Иртур, Халабан. Вот такая шуточная смесь Терминов На английском языке Авиационных, Метеорологических Ну и русских выражений. Вообще, по идее, Хорошо, если бы прям Сидел переводчик И прям переводил Для того, чтобы было бы Ну, Кто-то может догадаться, да? Софи Свинд Это боковой ветер, Бракин экшн Это коэффициент торможения. Ну и там еще есть Тайков это взлет. Если у кого будут вопросы, Я потом хочу запоминать Если бракин экшн Не фонтан Софи Свинд В бочину задувает Кто-то и ков не надо делать нам Каждый халабан об этом знает Кто-то и ков не надо делать нам Каждый халабан об этом знает Если визабилити не гуд И ранвей нихрена не видно Не мастись, тебя здесь не поймут Чтобы после не было обидно Не мастись, тебя здесь не поймут Чтобы после не было обидно Помни, чтоб не вылететь в трубу Героизм тут никому не нужен Лучше не испытывать судьбу Лучше лишний раз сходить на ужин Лучше не испытывать судьбу Лучше лишний раз сходить на ужин Сходить на ужин Еще раз сходить на ужин Спасибо Иранские командировки Это как раз в 90-е годы Когда Это была возможность Не только получить Замечательный опыт Международных полетов С чего в общем-то Многие российские летчики начинали Ну и кроме того Еще поправить свое материальное положение То есть Заработать те самые баксы Плюс к тому еще Когда у нас Ничего не было Оттуда везли кафель Сантехнику В общем Электрификацию Мебель В общем Не знаю Нет такой Наверное Позиции Которую оттуда не везли Вот Ну Кроме того Вот Эти самые деньги То есть История Про которую я хочу Сейчас спеть Она Я больше чем уверен Я даже знаю Что она Не только Именно такая Может похожая История Не только Она была со мной Там И много людей Которые летали Кто в Иране Кто в Африке Но Были такие интересные моменты Весна так и называется О деньгах Или о деньгах Я из первого Ирана Возвратил слишком рано Не хватило на квартиру Как я не считал И нужно было не сдаваться И что-то сделать Попытаться И как-то увеличить капитал Я с деньгами Я с деньгами К сожалению Очень сложных отношениях Нет у нас взаимности Но как тут быть Я люблю их Между прочим Они меня не очень То есть Абсолютно Не хотят Любить Я люблю их Между прочим Они меня не очень Сомневался Искушению Поддался Все равно Ведь не хватает Ни на что А тут глядишь Разбогатею И жилье купить сумею И еще останется На кое-что А тут глядишь Разбогатею И жилье купить сумею И еще смогу купить Ну, например, пальто Я отдал ребятам бабки Все, что были без остатка Я, как буратино Деньги закопал И стал спокойно дожидаться И мечтать, как разрастаться С каждым днем и часом Станет капитал И стал спокойно дожидаться И мечтать, как разрастаться С каждым часом Станет капитал Все, как это Не банально Поначалу шло нормально Я, помучив калькулятор Руки потирал Но в заветный день Расплаты сообщили мне Ребята В общем, чтобы я Надежды не терял Но в заветный день Расплаты сообщили мне Ребята Чтобы я надежды не терял Я надежды не теряю По Ирану Вновь летаю Дэштенас Табрис Бандарабас Ширас И лишь одна больная тема Мне стучит вопросом в теме На кого потрачу я На этот раз И лишь моя больная тема Мне стучит вопросом в теме На кого потрачу я сейчас Спасибо 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 На следующей песне Пересекаются две любовные линии Одна, значит Линия Это любовь к Ирану И вторая линия Любовь к Днегам Когда однажды поздно или рано Закончится валютный твой запас Ты снова заскучаешь по Ирану Опять приснится яст или охвас Припомнишь белоснежные вершины Те, что видны из окон Тургаба И загрустишь по той простой причине Что вновь-то завтра хочется тебе А мне б еще хотя бы раз Попасть в Машкат, слетать в Ширас И не спеша по Тегерану прогуляться На ботанах попотеть От Делистера забалдеть Да я от долларов не стану отрекаться Не отрекаются любя Когда меня с Ираном обломили Весьма паскудно было на душе Должно мои начальники решили Что мне валюта не нужна уже Я не пойду просить и унижаться Не стану их в обратном убеждать Я буду с горной мордой обижаться А им на это будет наплевать А мне б еще хотя бы раз Попасть в Машкат, слетать в Ширас И не спеша по Тегерану прогуляться На ботанах попотеть От Делистера забалдеть Да я от долларов не стану отрекаться Не отрекаются любя Когда несправедливость торжествует Обидно это скажет вам любой Особенно когда она дуркует Глумится не над кем-то над тобой Для утешения сравнивать не стану Себя с другими бедными людьми Я все-таки скучаю по Ирану Не только из-за баксов Черт возьми А мне б еще хотя бы раз Попасть в Машкат, слетать в Ширас И не спеша по Тегерану прогуляться На ботанах попотеть А для Делистера забалдеть Да я от долларов не стану отрекаться Не отрекаются любя Спасибо Делистер или правильно Делстер Это безалкогольное иранское пиво А ну вот я в плейлисте включил песню Тоже которую давно я здесь не исполнял Белокуриха называется А потом смотрю, думаю, елки-палки Как раз в Белокурихе отдыхал Первые три недели ноября Опять как и связано с ноябрем получается Даже не пойму, в чем же тут секрет И в общем ничего колодовского нет А кажется, что ты в сказке Не в снегу в мехах Белокуриха И душа, как воск Таят И легко понять Почему меня Так всегда сюда Тянет Как-то здесь легко И такой покой Тушу красотой Легче И даже если все Хорошо с тобой Станет здесь еще Легче Я хочу здесь быть Птиц из рук кормить Воздухом дышать Вкусной Кожей ощущать Эту благодать И все Не видать Чувства Не в снегу в мехах Белокуриха И душа, как воск Таят А есть ли тут секрет Или вовсе нет Только Бог один Знает Только Бог один Знает Только Бог один Знает Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. Могу слушать одну минусовку без всяких слов. Красиво. А следующая песня... У него такая история. Я в мае был в Германии. И здесь присутствует Сергей Женанов. Сережа, привет. Это как раз тот человек, который показал Берлин мне. Повозил очень красивый город. Кроме того, он договорился с друзьями. Они взяли в аренду маленький самолет. И под Мюрбенгом мы замечательно полетали над ветряками, замками. Погода была изумительная, полеты были очень красивые. И потом была Ночью костра с песнями. Концерт был такой. Я сказал, Сережа, насчет неба звездного. Там небо было, наверное, почти такое же, как в Сибири. То есть можно было потрогать. Он сегодня прилетел специально на концерт. За что я ему очень благодарен. То есть за все это. А история-то продолжается. То есть, вернее, я ей не досказал. Когда я приехал домой. Я приехал домой буквально через два дня после того, как мы на этом аэродроме полетали. И дома я обнаружил все на ноги клеща. Вот. Ну и, значит, когда в травмпункте посмотрели. Говорят, он у тебя уже давно, там несколько дней. То есть это был не наш клещ. Я Сергею звоню, говорю, по WhatsApp мы с ним общаемся. Говорю, все хорошо. Ну и вот тут, похоже, из Германии. Клеща притертал. Он мне говорит, не понял. Говорит, это как без визы, без таможни. Вот. То есть он мне дал идею. Я ее обработал. Ну, в общем, если бы не он этой песни не было. А песня вот такая. Получилась. АПЛОДИСМЕНТЫ Я недавно был в Германии опять. Я люблю опять в Германии бывать. Там живут мои хорошие друзья. Но случилась в этот раз оказия. Ни собаку, ни корову, ни леща. Я привез к нам из Германии клеща. Без таможни и без визы просто так. Контрабандой он пробрался к нам, как враг. Просто в ногу впился он. Подло затаился он. Я и не почувствовал, что в ноге он был. А ведь почувствовав подвох, я бы крикнул хен де хох. И против контрабанды бы Встал бы на дыбы. Я бы понял, если бы наоборот Отовсюду прет в Германию народ. ПЕСНЯ И своих глищей нам некуда девать. И естественно рождается вопрос. А на кой нам сдался лишний кровосос? Может он от демократии устал? И ходить на гей-парады перестал? А может беженцы из африканских мест Просто вызвали в нем расовый протест? Не свезло мне выяснить? Может кто-то вытеснить? Захотел болезнования из родимых мест? Или может что-то там По обмену опытом В общем непонятно нам Че он к нам полез? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ну вот, кстати, я накаркал. Я когда эту песню-то спел, Клещик оказался борелезный. И ровно через месяц У меня жена тоже подцепила Борелезного клеща уже у нас. Так что обмен опытом приходит все-таки состоялся. Ну вот, следующую песню. Я ее пел в прошлый раз и много раз уже пел, но и в этот раз все-таки опять споем. Связанного с чем. В этом году, уже после этого августовского концерта, мы вновь второй раз посетили Крым через два года. Нам первый раз очень понравилось. И такое было опасение, что все-таки два года прошло, там кое-что поменялось, как бы не испортить впечатление. Слава Богу, опасения не оправдались. Крым очень понравился. И опять же, благодаря Паше технику. Потому что он опять был там. Он шел впереди нас. Он нам обеспечил опять проживание, программу. В смысле, он советовал, а мы просто делали по его совету. И получилось все замечательно, чудесно. За два года Крым, конечно, поменялся. Но дороговато, грязновато. Но время приходит уезжать, а уезжать не хочется. Потому что красиво, потому что Крым – это Крым. Но я про Крым сейчас петь не буду. Я про Пашу спою. Потому что человек уникальный. Я не перестаю ему удивляться, как не переставал следующим. Там еще будет одна песня про еще одного человека, которому я не переставал удивляться. Но пока пропажем. Я всегда говорю, что я этой песне убил двух зайцев. Она была написана к его 50-летнему юбилею. Но попутно этой песне поблагодарил весь технический состав, который обеспечивает нашу безопасность на земле. На двадцать восемь пробою нам разрешен заход. Нас вновь встречает Пулково, родной аэропорт. А Пал Романович техник наш в кабине задремал. Дневную смену отпахал и с нами ночь летал. Зовут все грустным осликом, шутя наш самолет. И он порой капризные сюрпризы выдает. Но Паша техник за простяк найдет причина в чем. И быстро сможет сделать так, чтоб стало все путем. Паша, Паша, купится дым. Экипажу спокойно с ним. Паша рядом и в добрый час, и в порядке. Всегда матчасть. Влюблен он в авиацию, как в девушку-пацан. На Яке в восемнадцатом летать умеет сам. И все, за что б не взялся, он исполнит по уму. В гостиницах и в Пулково, на Куме и в Крыму. Паша, Паша, купится дым. Всем, кто рядом, спокойно с ним. Паша рядом и в добрый час, и все в порядке. Всегда у нас. За рулем на стоянку мы сдадим наш самолет. И повезет домой его УАЗик Патриот. Там ждут жена любимая и дымка верный кот. На двадцать восемь правую нам разрешен заход. Годы птицы летят, летят. Недавно было тридцать, а вот уж пятьдесят. Годы мчатся, но это не беда. Ничего, если разобраться, то и пятьдесят всего. А Паша, Паша купится дым. Экипажем. Спокойно с ним Паша рядом. И в добрый час, и все в порядке. Всегда у нас. Паша находится в городе Сочи, говорит, что очень холодно. Я говорю, Паша, но это же не Крым. Ну а после Крыма и других теплых мест, где мы отдыхаем, вот рано или поздно, к сожалению, так вот повелось, все равно приходится возвращаться домой, а уезжать всегда, ну, грустно, да, не хочется. Такая вот штука, опять улетаю, от моря и солнца, от пальмы песка, и снова разлука, и словно теряем, и синее небо, и в нем облака. Дела и заботы, проблемы работы, нас ждут в неуютных больших городах, А здесь так приятно и так непонятно, зачем мы отсюда, зачем мы туда. А здесь так приятно и так непонятно, зачем мы отсюда, зачем мы туда. А здесь безмятежность, соленая свежесть, лазурь и безбрежность, не просто вода. Волни набежавшей, ленивая нежность, и хочется, чтобы так было всегда. Здесь завтра и дальше, все будет как раньше, и море, и чайники, и старый баркас. Мы бродим с тобою по краю прибоя, и в память с собой. Мы бродим с тобою внесен на века, и белые яхты, и с бухты барахты, и синее небо, и в нем облака. Облака и белые яхты, и с бухты барахты, и синее небо, и в нем облака. Облака и синее небо, и в нем облака. Облака и синее небо, и в нем облака. Мы кого-нибудь сюда привели. Просто я посылаю, пишу, что ответ не нужен. Делаю это, наверное, слишком часто. Я боюсь, что меня, как назойную рекламу отключат, или что-нибудь в ответ пришлю, такой ругательный, скажу, достал уже. Но я просто знаю, что некоторые люди говорили, что вроде помнили-помнили, потом забыли. Поэтому я делаю это с интервалом некоторое время. А по интернетным рассылкам через почту кто-нибудь что-нибудь получал? Тоже помогает, да? Ну, значит, не зря. Ну, хорошо. Следующая песня посвящается моему бортмеханику Николаю Николаевичу Буздальному. Его, к сожалению, уже давно нет с нами. Мы с ним когда-то вместе летали на самолете АН-24. Это очень добрый, очень интересный такой человек, романтик. Несмотря на свою кажущуюся такую, какую-то суровость, может быть, даже не грубость, а вот как вот такой, там, где-то, может, иногда угрюмость. Вот. Но когда у нас один раз с ним хотели разделить, то есть его хотели забрать к молодому командиру, в общем, пришлось договариваться с начальством, чтобы нас не разбивали. Так что сколько я на АН-24 пролетал? Один год, ну, в смысле, как-то начал летать вторым годом с ним, и потом три с половиной года еще командиром, то есть до моего ухода на переучение АН-24 мы с ним работали. И я до сих пор вспоминаю вот эти замечательные, это то замечательное время. Хотя это и были девяностые годы, но там все равно были, вот, мы были моложе, там были интересные моменты, и были те интересные люди, которых сейчас нет, но вот, как говорится, свет и память о них продолжает жить у нас. И я вот с удовольствием эту песню пою. Она была написана еще когда, еще все были живы-здоровы, и даже и было далеко до этих вот событий грустных. Вот, ну, просто с ним собрались попить пиво, и пока он ко мне ехал, эту песню придумал. Вот, я все время говорю, что там баночное пиво тогда было в трехлитровой банке. Вот, ну, или там еще вот такой анекдот был, да, когда летчики сидят, погоды нет, вот ждут, а командир эскадрильи переживает, как бы они там не выпили, и посылают своего помощника, и посмотрят, что они там, о чем разговаривают. Ну, он приходит, первый раз, ну, там это самое, о машинах, там, говорит, так, нормально, пока все хорошо, еще там пару часов проходит, говорит, ну-ка сгоняй еще послушать, ну, там, о женщинах там еще что-то, ну, что, говорит, нормально, порядок. Еще пара часов проходит, приходит, говорит, ну, там прополеты все, говорит, так, блин, ну, где доставят-то? Давно мы, коль, с тобой не перепевали, наш самолет без устали летал, А жизнь разнообразна и красива, и в ней не только роды и штурвал, есть много в ней событий самых разных, бурлит она, как горная река, давай мы с тобой устроим праздник, и посидим за баночкой пивка. Бокал налит, и некогда спешить нам, как говорится, хорошо сидим, поговорим о бабах и машинах, и многое обсудим и решим. И незаметно, но закономерно, наш разговор в конце концов свернет на тему, коей предан и безмерно на небо, на полет и самолет. Припомним все, что с нами приключалось, как ветер в Уренгое нас сдувал, как дверь у нас на взлете открывалась, как ты ее в полете закрывал, и как чуть было водка не пропала, и как чуть было не стряслась беда, когда в наш лайнер молния попала. Ты помнишь, как тряхнула нас тогда, когда чуть-чуть не хватит нам с тобой, ты скажешь, я же знал, она нужна, и извлечешь бутылку в зверобой из кармана, которая была припасена. Как ты сумел об этом догадаться, Не будет непонятно никому, И я не перестану удивляться Умению предвидеть твоему, И я не перестану удивляться Умению предвидеть твоему. Так, следующая песня называется «Паруса». Она посвящается... А вот так, да? Да, конечно, да. Мы же сегодня подробнее, что смотрели. Спасибо. Правильное поколение растет. Ну так вот, следующая песня называется «Паруса». А вот она... Я ее когда сочинил, она как-то вот... И сразу познакомился с человеком, который вот этой песне полностью соответствует. И потом еще много людей у меня встретилось, которые знают, что все зависит от нас, если мы за все отвечаем. Но я песню пересказывать не буду, а то будет как в том анекдоте. Я сначала рассказал, потом спел, или потом... А песня исполняется на русском языке. Ветру наполнять паруса, Вера наши силы умножит. Верно, каждый выберет сам. Сможет он или не сможет. Верно, каждый выберет сам. Сможет он или не сможет. Стоит не бояться проблем, Чтобы становиться сильнее. От неба помогает лишь тем, Сильным, кто решил, что сумеет. Знаю, будет трудно не раз, Только я сумею, я знаю, Я так gew sworeн, что только вы победили, Сейчас налёт на русском языке, Там электродная эстония тесты. Дальше хорошее и Investment Если дает на русском языке, Если он или не помнит, Жизнь душа собственная видите. Тех, кто за всё отвечает. Ветру наполнять с пыльца Вера наши силы умножит. Верно каждый выберет сам Всё, что он сумеет и сможет. Верно каждый выберет сам Всё, что он сумеет и сможет. Всё, что он сумеет и сможет. Всё, что он сумеет и сможет. Верно каждый выберет сам по интернету. И я вам за это очень благодарен, потому что довольно долго после вас я не видел, чтобы что-то добавлялось. Поэтому, если хотите, какую-нибудь песню, которую я знаю, которую вы хотели бы услышать, я специально спою. Ну, вы думаете, потому что ещё две песни и мы заканчиваем. Ну, нет, я не заставляю. Посмотрите, я пошла. Да, можно маленькие русские селения. Хорошо. Рыжая до пояса трава, Тонкий белизняк среди покосов, В огороде чёрная ботва, Чёрная от утренних морозов, А за ней горбатятся дома. У свинцовых волн под небом мрачным, Скоро-скоро станет тут зима, Щели пухом забивать гагачи. Я рубцовским памятным стихом Встретю потемневшие избушки, Моем твоим вновь качну крылом, И опять на луг аэродром Вышли деревенские сторожки, Увязали накрепка в кульки Свой гостиниц рыбу да морожку. Машут самолёту, сняв платки, Крестят пассажиров на дорожку. Молодость, наверное, не поймёт, Сколько в этих проводах печали, Расстаются с внуками на год, А в глазах вопрос не навсегда. Пьё с янтарной ягодою чай, Что обезьянским солнцем обогрето. Ты, деревня, шибко не скучай, Прилетим на будущее лето. Вот из стали зори посветлей, Звёзд высоких радостней горенья, Защити, спаси, звезда полей, Маленькие русские селенья. Защити, спаси, звезда полей, Маленькие русские селенья. Маленькие русские селенья Маленькие русские селенья. Который работает директором, Начальником посадочной площадки В аэропорту Лопшинга. Это на Белом море. Вот он буквально в контакте Вот сегодня я смотрел, Выложил фотографии, Как самолёт Ан-2 Возит очередных пассажиров В город оттуда. Илья очень интересный человек. Вот. В сомнениях мучатся, давай попробуем, рискнем, а вдруг получится. И если нужно сделать шаг, и шансов порвну, То это только нам решать, в какую сторону. Не нужно думать о плохом, в сомнениях мучатся, Давай попробуем, рискнем, а вдруг получится. А если кто-то нас не смог, при чем тут мы с тобой? Мы сможем, нам поможет Бог решить вопрос любой. Не будем думать о плохом, в сомнениях мучатся. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. И даже, может быть, потом, смешным покажется. Как ты решиться ни на что? Кто-то не мог отважиться на нашу сторону весы. Склоняй, не мучайся. Ты только главное не... Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. Я знаю, если мы рискнем, у нас получится. Ну, в общем, все так. Вражение Чеснокова. Врадимую Чеснокова. Нет, ребята, но понимаете, в чем дело? У меня... Понимаете, в чем дело? Вот здесь есть несколько человек, я точно знаю, которые могут сидеть и слушать до утра. И я им очень за это благодарен. Но, понимаете, у меня в практике был лично... Когда я пришел на концерт мастера, хорошего такого артиста, и с удовольствием его слушал два часа. Но когда пошло на третий час, я уже стал смотреть на часы и думать, когда же он закончится. Вот, в нашем... Нет, в нашем случае, да, в моем случае... Давай заканчивай на позитиве. Коля Парас, да, один на позитиве. Нет, ну... Можно сказать, что вы меня захлопали. Но только одно. С ними вместе я учился. Помню курсы до второго. Чесноков не мобилился. Щербаков не пил спиртного. Может, было разделение. До сих пор необъяснимо. Но водку кушал только Женя. А ругался только Дима. Также надо бы назаметить. Оба парня не курили. И вокруг за тысячу метров пол прекрасной обходили. Жизнь курсантская все тучи. Все ребром вопросы ставит. Не умеешь тут научат. А не хочешь здесь заставят. Ты вздыхал, передохнуть бы. Только жизнь не позволяла. И ковала наши судьбы. И характеры ломала. И однажды я увидел интересное явление. Помню, когда отмечали Щербакову день рождения. Мне сначала было странно. Даже я перекрестился. Дима, водки, полстакана. Выпил и не покровился. Алкоголиком не стал он. Только всякое бывает. И сперва не добирал он. А теперь перебирает. И мне однажды рассказали, Как в одно из воскресеньев Дима После увольнения заходил домой по схеме. А еще мне рассказали Про курсанта Чеснокова Будто Женики надсвали. Говорил плохое слово. Я кричал про Чеснокова Что это вы меня наврали? Да не может быть такого, Так вы же его оклеветали. Но мне в ответ сказали Тише, мал, не стоит горячиться. Скоро ты и сам услышишь, Как Евгений матерится. И как-то вечером по роте Я бродил в тоске печали. И тут меня друзья позвали. И такое показали. Я ушам своим не верил. Даже стало страшновато. Женя, выглянув из двери, Поливал отборным матом. В жизни всякое творится. И случается любое. Чесноков стал материться, Щербаков стал пить спиртное. Раньше вот вместе соберутся, Так все сидят, считают лавы, А теперь всегда нажрутся. С сигареткой затянуться, Так припохавненько ругнуться. А иногда и подерутся, И идут гулять по бабам. В конце я, как всегда, хочу всех призвать. Давайте будем счастливы. Над этим, над счастьем надо работать. Это немножко сложнее, чем сидеть и знать, Что у тебя что-то не получается. Вот если приложить некоторые усилия, То все-таки как-то оно лучше получается. Так что песня называется Давайте будем счастливы. Антон. Давайте будем счастливы сейчас. Нам в этом помешать никто не может. Поверьте, все зависит лишь от нас. И эта вера нам во всем поможет. Давайте будем счастливы потом. Для счастья много есть причин на свете. Да просто потому, что мы живем. Да просто потому, что солнце светит. Давайте будем счастливы всегда. В любой момент и в каждое мгновение. И радость разольется, как вода. И небо нам подарит вдохновение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давайте будем счастливы всегда. Давайте будем счастливы всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok